и в завершении данного блока хотелось бы вам рассказать о ключевых рекомендациях хотелось бы вам дать эти рекомендации для того чтобы вы умели создавать грамотное медиапланирование внутри баннерной рекламы что нужно сделать прежде всего для того чтобы ваше медиапланирование для того чтобы ваше в продвижение было эффективно первый момент который вы обязательно должны учитывать при медиапланировании это исследование всех ресурсов всего рынка и всех целевых аудиторий для проведения ваших рекламных кампаний для параметра исследований вы можете обращаться ко всем открытым источникам есть такая компания как медиаскоп это бывший тнс в россии это абсолютный монополист по предоставлению открытых исследований по ресурсам по интернет ресурсам эта компания ежемесячно выкладывает такой обзор который называется веб-индекс в этом обзоре все необходимые данные для составления любых стратегических планов и любых медийных компаний также там ключевые показатели по исследованию рынка по исследованию рекламодателей по исследованию аудитории также есть открытые источники и открытые исследования на сайте компании comscore есть ресурс слайдшер который предоставляет огромное количество открытой информации и ни в коем случае не стесняйтесь пользоваться всеми открытыми источниками в интернете для того чтобы составлять грамотное планирование внутри баннерной рекламы следующая рекомендация внутри баннерной рекламы это работа над ценообразованием это как раз тот самый просчет баннерной воронки который является основой всего медийного планирования внутри интернет маркетинга и продвижения всех интернет ресурсов работа над ценообразованием включает себя умение торговаться с теми или иными площадками умение грамм грамотно работать с интернет аналитикой при подсчете данной воронки умение определять ту или иную целевую аудиторию вот что такое работа над ценообразованием следующая рекомендация это работа над аффинитивностью аффинити это попадание ожиданий бренда в ожидание площадки и наоборот то есть у каждого бренда есть свои бренд буки по целевой аудитории этим бренд буки в принципе являя являются показателями тех или иных ядер целевой аудитории ну например у определенного бренда ядро целевой аудитории молодежь 12 18 со своими там например предпочтениями у другого бренда целевая аудитория мамы с детьми 30 35 лет данные бренды выходят к определенным площадкам и выбирают для медиапланирования тепла площадки на которых есть именно корень этой аудитории если мы например выбираем первую площадку то мы идем например на соцсеть вконтакте и ищем там эту аудиторию но если мы например ищем вторую аудиторию то мы идем например на такие сайты как бы беру или там малыш руд и так далее то есть много много ресурсов которые посвящены мамам с детьми и вот это и есть как раз работа над аффинитивностью над попаданием целевой аудитории бренда в целевую аудиторию того или иного интернет ресурса вот эта работа она достаточно точная она достаточно скрупулезная и она обязательно должна быть осуществлена в правильном интернет планирование следующие рекомендации которые я вам могу дать при баннерной при работе с баннерной рекламой это считать эффективность той или иной компании что такое считать эффективность это работать с интернет аналитикой обязательно на все свои сайты нужно вешать те или иные интернет аналитические сервисы и смотреть как работают те или иные ваши каналы те или иные площадки те или иные способы и элементы ценообразования для того чтобы продумывать все моменты эффективности и впоследствии исправлять какие-то свои ошибки